В настоящее время в целях профилактики в Хасавюрте проводится вакцинация населения. Прививки делают людям разных возрастных категорий и против определенных вирусов, которые, к сожалению, из-за большого количества необоснованных, по словам специалистов, отказов могут снова заявить о себе. Вакцинация не только необходима, но и совершенно безопасна. Например, среди детей от 1 года и школьного возраста от 1 до 4 классов проводятся прививки от вируса гепатита А, против которого на сегодняшний день не существует противовирусных препаратов, способных уничтожить его в организме заболевшего. Именно поэтому его легче предотвратить, чем потом бороться с последствиями. Вакцина является инактивированной, то есть она неживая. На неживые вакцины крайне редко бывают аллергические реакции. Конечно, аллергическую реакцию можно и на еду дать, всякое в жизни бывает, но полноценно здоровый ребенок практически не дает осложнений на данную вакцину. Общая рекомендация в плане личной гигиены – убедительная просьба детей поить кипяченой водой, не из крана. Второе – мыть, принимать только мытые овощи, фрукты, соблюдать термообработку, личную гигиену. Это первое – руки, еда и контакт. Три пути заражения. Если эти пути прерывать, человек заболеть не должен. Убедительная просьба, чтобы в школах, в садах давали согласие на вакцинацию детей. Это делается для того, чтобы ваш ребенок не заболел. Гепатита, конечно, протекает не так страшно, но на долгое время поражает печень. Намного легче привить ребенка, чем потом годами лишать ребенка любимых продуктов, поскольку эти дети потом должны вынуждены долгое время находиться на спередиете. В самом начале вакцины доставляются в термоконтейнерах в эпид-отдел центральной городской больницы. Каждая вакцина в зависимости от назначения раскладывается в свой специализированный холодильник, где содержится в строгом температурном режиме. Сбой режима исключен полностью путем подключения резервного генератора, который обеспечивает бесперебойное электроснабжение. Процедура вакцинации на начинается с осмотра педиатром ребенка, и только после допуска ребенка врачом процесс вакцинации проводится в прививочном кабинете с соблюдением всех необходимых санитарных условий. Подобная работа проводится также в медицинских кабинетах, дошкольных и школьных учреждениях города.